Всем привет! Вы на канале Джаниши Девилоши. Прямо сейчас за моей спиной находится подземная шахта. Она существует уже давно и вы наверняка слышали о том, что здесь можно зарабатывать огромные деньги. Но когда вы приходили сюда, вас сразу же убивали и не давали пофармить. Это действительно так. Все это время подземная шахта работала неправильно. Богатые игроки в сетах занимали комнаты и выгоняли всех работяг, которые пытались покопать ресурсы. Но в последнем обновлении это пофиксили. И сегодня я проверю, сколько же сейчас можно заработать на подземной шахте. Приятного просмотра! Я играю на 23 сервере Arizona RP Holiday. Указывай мой ник при регистрации, вводи промокод решеточка.mm на 5 уровне и становись миллионером уже на старте игры. Итак, для того, чтобы зафармить как можно больше, вам потребуется огненная кирка. Взять ее можно в аренду. На Vice City их сдают очень много. Обойдется вам это примерно 300 тысяч Vice City. На курс моего сервера 30 миллионов. Эта сумма окупается очень быстро. Без огненной кирки вы вряд ли сможете выкопать много ресурсов, так как у вас их будут просто воровать. Также не помешает респиратор. С его помощью у вас не будет тратиться голод и здоровье. Стоит он недорого, можно скрафтить. Он не обязательный, но без него вам необходимо запастись чипсами и с пранком. На часах 18.30 быстро залетаем в шахту и сразу же бежим в две дальние комнаты. Начинаем копать. Я поработаю ровно полтора часа, пока будет проходить мероприятие подземная шахта. Не буду показывать вам весь процесс. Буду возвращаться только, когда будут падать дорогие предметы. В конце посмотрим, сколько мне удалось заработать. Чем же старая шахта отличается от новой? Все дело в системе красного розыска. У вас, наверное, было такое, когда вы прибегали в шахту и вам просто не давали ничего выкопать, сразу же убивая. Три месяца система красного розыска не работала в шахте. Точнее, работала только в одной из четырех комнат. Из-за этого игроки организовывали кампании и захватывали эти комнаты, не давая никому фармить вместе с ними. Это исправили с выходом последнего обновления. Теперь, если игрок кого-то убивает, ему выдается красный уровень розыска, вне зависимости от того, где он находится. В таком розыске его аксессуары будут работать только на 50%, что делает его уязвимым. Если у вас будет красный уровень розыска и вас убьют, из вашего инвентаря выпадут две вещи. Одна удалится с сервера, другую смогут подобрать игроки. Именно это и останавливает игроков от ДМа, который был раньше. Теперь вы можете копать ресурсы, не переживая, что вас прогонят или убьют. Ой-ой-ой, пацаны, специально прибежал под завал и остался во второй комнате всего лишь с одним человеком. Хорошо, теперь мы будем копать, пока нас не раскопают. Надеюсь, нам хватит много ресурсов. Выпадает первая прочная ткань, нормально. Падает темная материя, три штуки. Вот, пацаны, посмотрите, как происходит шахта. Все спокойно, мирно, никто никого не бьет. Иногда, конечно, случаются какие-то потасовки, но до смерти и до драки не доходит. Произошло обрушение в туннеле номер один. Туннель номер один, это вот этот большой туннель, который проходит сюда в комнату. Надеюсь, нас не раскопают и мы будем долго выкапывать все ресурсы. Нас тут, ну, где-то человек пять, нормально. Падает шахтерский сплав. Пацаны, ну, вы видели, я убил голема. Сэм Хукс доказал, что крысиков. Смотрите, я у него сейчас тоже украду. Вот он бьет голема. Давай, 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 убивай. А теперь быстренько ждем ресурс и... Пацаны, в общем, не знаю, как это получилось. Ментал Буену, Аято Ватанаби и больше здесь никого нет. Теперь две эти большие комнаты на нас троих. Посмотрите, сколько ресурсов в этой комнате. Погнал собирать. Недолго продлился такой фарм. Нас раскопали, но здесь осталось много ресурсов. Через 30 секунд должен быть завал. Надеюсь, завалит эту или ту дальнюю комнату. Так, сейчас, по идее, в 19.30 должен быть завал. Надеюсь, завалит вторую комнату. Да, вторую комнату. Опять я оказался в этой маленькой комнате, но сейчас здесь много людей. Падает еще один шахтерский сплав. Еще один шахтерский сплав. Тут у пацанов битва за камень. Три человека на один. Итак, осталось 8 секунд до завершения шахты. Посмотрим, сколько мне удалось накопать ресурсов. Ну что, давайте подведем итоги. На самом деле, мне сегодня не очень повезло. В плане прочной ткани шахтерского сплава выпала всего лишь одна прочка и три шахтерских сплава. Обычно мне падает от трех до шести. Ну и здесь бывает штук семь-восемь насыпь. Итак, давайте считать. 45 алмазных камней можно умножить на 650 тысяч. Это их средняя рыночная цена. На Вайсити, может быть, получится продать даже больше. Итого, 29 миллионов. Плюс 468 камня умножим. Ну, тысяч на 27. Его по такой цене скупают. Уже получаем 41 миллион. Дальше 237 металла. Умножаем. Металл сейчас берут где-то по 90 тысяч. Уже 63 миллиона. Дальше 45 бронзы умножить на 30. Дальше 89. Что это, серебро? Ну, его берут где-то по 25. Потом 64 золота умножим. По 50к можно продать бату. Сундуки считать вот эти с азекоинами не буду. Плюс где-то 18 миллионов за прочную ткань. И плюс 3 умножить на 5. А, еще у меня 3 темной материи. Ее берут по 4 500. Итого, получается сумма 116 миллионов. С учетом того, что обычно мне реально сыпят больше вот этих ресурсов. Поэтому, пацаны, это реально топовый заработок. Теперь вы знаете, что шахта стала безопасна. Поэтому можете сюда приходить, копать ресурсы, фармить, зарабатывать деньги. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.